На зимние каникулы детей часто отвозят в село к бабушке, и сейчас они даже не представляют, чем заняться без телефона. А когда мы приезжали в село, у нас было всего две проблемы. На месте ли все наши друзья и хватит ли снега, чтобы осуществить все наши планы. Задачей номер один было найти самую крутую во всех смыслах горку. Если в соседнем селе пацаны уже свою раскатали, наша должна быть экстремальнее и быстрее. И когда такая находилась, наверх мы перли в прямом смысле все, что плохо лежало. Санки были не у всех, да и если честно были совсем не обязательны, ведь для заезда нам подходило все что угодно. Кусок картона? Супер, едет и хорошо, еще и довольно быстрый. Единственный минус, долго такой не прослужит. Пакет или какой-нибудь кусок пленки, это самая классика. Кто умел правильно на такой усесться, летел почти с первой космической скоростью. Если хотелось чего-нибудь новенького, мы находили кусок линолеума. Ведь на нем можно было уместиться вдвоем или даже втроем. За счет большей массы, такой снаряд несся вниз намного быстрее. Кто-то любил не скорость, а комфорт. И потому катил наверх автомобильную шину. Она мягкая и амортизирует все неровности. Правда, едет гораздо медленнее остальных приспособ. Но этот недостаток устранялся, если кто-то находил не шину, а камеру. Желательно от какого-нибудь КамАЗа. Это был настоящий тюбинг нашего детства. Мягкий, быстрый, комфортный и безопасный. Сейчас у детей есть улучшенная версия того же изобретения. Цветные резиновые тюбинги. Они обшиты скользким материалом снизу и ярким брезентом сверху. Под которым скрывается все та же автомобильная камера. А еще у тюбинга есть ручки, веревка и все удобства, чтобы лететь с горы еще быстрее. И игнорировать промокшую одежду еще дольше. Катались мы столько, сколько могли. Пока не появлялась возможность для еще более крутой забавы. Если у бати оставалось пару свободных часов в селе. Он мог катнуть нас на тюбинге за машиной. Но это только если настроение у бати было что надо. Тогда мы привязывали к тюбингу прочный автомобильный трос. Усаживались максимально удобно. И крепко держались, чтобы не выпасть. Пока батя не обращал внимания на стрелочку бензобака, можно было кататься так не один час. Это сейчас мы обращали бы внимание на холод, на мокрую заснеженную одежду или на обветренные морозом щеки. А в детстве это все отходило на второй план. Ведь когда мы еще так покатаемся? И не важно было чей был тюбинг и чей был батя. В очередь становились все. И катались все один за другим. А когда батя уезжал в город, развлечения нам искал дед. У деда в деревне 100% были старые советские лыжи. Причем обычно их было много, но исправные находились только одни. Специальных лыжных ботинок, конечно, ни у кого не было. И поэтому мы брали лыжи с универсальными креплениями. Катались тогда кто как умел. Сначала где-то на прямых дорожках, потом на небольших склонах. Если же у каких-то лыж крепления были уже не рабочие, мы придумывали чем их заменить. Например, можно было взять липучки и прикрепить их саморезами к лыже. Такие крепления держали не хуже оригинального советского варианта. Подходили под все ботинки и, конечно же, были многоразовыми. В Куршавель на таких не поедешь. Но для катания по сельским трассам нам их хватало с головой. Когда уже натренировался немного, можно было и на склоны выезжать. Основным критерием крутости у нас была не скорость, а дистанция заезда. Ведь кто мог больше всех проехать и не упасть, действительно считался профессиональным лыжником. А еще веселее становилось, когда мы катались не одни, а с кем-то из друзей. Так мы ощущали себя настоящими спортсменами на соревнованиях. А после съезда было не так скучно подниматься назад. Ну а самые крутые перцы вылезали с лыжами на небольшие, но крутые горки. В наших глазах это уже была настоящая черная трасса, а скорости съезда достигали, ну, где-то 100 км в час, не меньше. По крайней мере, так мы всем тогда рассказывали. Ну а вечером, промокшие и уставшие, мы собирались у бабушек, грелись горячим чаем и играли в какие-то настольные игры. На конфеты, фантики или карманные деньги. На самом деле, нам совсем не обязательно было иметь какое-нибудь снаряжение, чтобы найти чем заняться. Иногда, достаточно было сорвать несколько сосулек, и этого нам хватало для организации настоящего турнира с ледяными рыцарскими боями. Правила игры были таковы, победитель должен был либо коснуться сосулькой корпуса врага, либо сломать его оружие. Если же ломали сёба меча одновременно, чей кусок оставался длиннее, тот и выиграл. Вот такие были турниры. Ура! Также, мы разбивались на команды для снежных соревнований. Одной из моих любимых дисциплин была лепка снеговиков. За определенное время, каждая команда должна была слепить своего снежного друга. Причем, оценивался как размер, так и красота, поэтому схалтурить не получалось. Правда, такие мирные развлечения каждые полчаса прерывались снежными битвами. Кто-то один бросит снежок, а потом уже попробует остановить. Правил никаких не было, поэтому мы пытались лупить не только в противников, но и в их снеговиков. Так мы выигрывали немножко времени на продолжение работы, объявляли перемирие и дальше лепили шедевры снежной скульптуры. Камушки или угольки служили нам пуговицами и глазами. Морковь носом, а в качестве другого декора мы всегда приносили из дома шарфы, веники или даже ведра. Ну а дальше все по классике. Споры, чей снеговик лучшее, которое так или иначе все равно перерастали в новые снежные баталии. Если удавалось раздобыть лопату, наше снежное строительство выходило на новый уровень. Моим любимым занятием была постройка мини домиков иглу. Для этого мы сгребали кучу снега, которой затем придавалась нужная форма. Потом из середины выгребался лишний снег. И у нас выходил личный мини лаунж. После активного строительства можно было лежать в таком домике часами, отдыхать и наслаждаться тишиной. Также мы строили в снегу настоящие туннели. И никакая клаустрофобия тогда нас не пугала. А если хватало сил и времени, то делали домики побольше, в которых можно было сидеть уже вместе с друзьями. Но рано или поздно даже снег нам надоедал. И тогда мы отправлялись на поиски льда на озерах и прудах. Часто пруды полностью зарастали камышом, но это нам не мешало. Собравшись вместе, мы очищали себе необходимую площадь. И получали самый настоящий каток. Ох, сколько всего здесь можно было придумать. Прежде всего, можно установить ворота, найти или сделать самостоятельно клюшки и организовать настоящий хоккейный матч. В городе нам приходилось заливать небольшой участок водой. А здесь у нас есть целое поле для поединков. Одну за другой мы заколачивали шайбу в ворота противника, не чувствуя ни усталости и ни многочисленных синяков от падений на лёд. Играли, пока клюшки не ломались. Или лёд не покрывался таким слоем воды, что это уже был не хоккей, а водное поло. Уже потом, если кто-то приносил коньки, развлечения продолжались. В хоккей на них мы, конечно, не играли, разве что по очереди катались туда-сюда. И хотя лёд не всегда был ровным и качественным, а коньки не всегда были нам по размеру, всё это перекрывалось количеством свободного времени и бесплатностью всего процесса. Поэтому мы ждали друг друга, менялись и катались на коньках сколько угодно. Пока кто-то не притарабанил из леса огромный ствол дерева. Казалось бы, и что с ним тут делать? Но мы были ещё теми изобретателями. В центре пруда рубилась лунка, в которую этот ствол и вставлялся. Основание нужно крепко зафиксировать в ил на дне озера и спилить приблизительно до уровня пояса. Затем берётся длинное и более тонкое бревно, примерно метров 7-8. И крепится к основанию тем, что удалось подхватить из батиных инструментов. Главное закрепить крепко, чтобы конструкция прослужила не один день. Помните санки, которые мы реставрировали в прошлой части? Вот их мы и крепим за конец длинной палки, и у нас выходит настоящая ледяная карусель. Прочность такой проверена на практике, держит она очень солидный вес. А если посадить кого-то полегче и поставить крутить нескольких людей, можно добиться нехилой такой скорости и даже пустить санки боком. Такая карусель делается очень просто, а веселье потом на несколько часов. Тем более, если в селе нет хулиганов, прослужит она не один год. А если здесь мы соберём 100 тысяч лайков, то снимем ещё одну часть зимних развлечений. Пока! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok